сегодняшний ролик будет посвящен переводу вот этого вот ролика но не то чтобы переводу потому что 50 минут это даже для меня как-то несколько нудно хотя многие пишут что я нудно говорю попробуйте посмотреть буржуев вы поймете что такое на самом деле нудно но не суть x plane 11 world traffic 3 который мне на самом деле не сильно самому нравится в данном ролике речь пойдет о том как создавать flight точнее не fly там ground operation files то есть файлы которые с помощью которых world traffic 3 манипулирует трафиком в аэропортах различных то есть я не буду ничего придумывать нового просто повторю действия которые делает автор данного ролика поэтому если вам explain вский world traffic 3 как например и мне не сильно нравится то этот ролик точно смотреть не следует ну в общем начнем сразу для примера автор ролика базового берет рассматривает аэропорт chicago но не основной международный аэропорт chicago который слишком большой а небольшой 2 по величине у них там есть аэропорт понятно у него загружен новиграф и собственно говоря это необходимая вещь для того чтобы строить что-то для world traffic 3 так первое куда нам надо пойти чтобы начать чего-то делать это explain 11 classic jet simutius у меня есть отдельный ролик про world traffic 3 как и устанавливать и так далее он так и называется этот ролик для explain 11 находится в плейлисте по утилитам explain 11 поэтому сейчас я не буду разбирать вопрос откуда этот каталог берется и соответственно только я не люблю ползать в проводнике поэтому мы перейдем каталог этот фаре ну и у меня в отличие понятно от автора ролика там всего лишь навсего один раз единственный файлик находится который насколько помню и был примером на самом деле больше ничего не надо то есть в общем то весь ролик речь пойдет по сути своей именно об этом файле что в нем что собой является то есть как его сделать для своего аэропорта или группы аэропортов продолжим как и делается на автор трафика то есть соответственно из базового файла создадим файл тот который нас интересует данном случае кмд w то есть файл получаем копированием старого файла для нового аэропорта но он предлагает открыть в в нотпаде нотпад понятно не стандартный а нотпад плюс плюс который в общем тут наверху в ролике если видно и написан и дальше соответственно весело и радостно стирает все основные секции которые присутствуют в исходном файле что вполне естественно поскольку аэропорт естественно у нас совсем другой полосы другие ниже пойдет понятно описание что и как то есть если здесь взять открыть первую секцию это аэропорт оперейшн операция которая происходит в аэропорту предлагает он удалить все лишние секции из оставив себе одну секцию в качестве примера из трех основных сценариев которые используются из так их можно назвать в том или ином аэропорта то есть мы начнем как бы сверху и первое что у нас есть это старт оперейшн с и энд оперейшн с но дальше он по ходу своего ролика показывает где физически находится аэропорт вот этот маленький аэропорт чикаго что он весь застроен со всех сторон рядом тут железнодорожная станция находится от него а вот международная аэропорта хэра аэропорт чикаго находится на севере и собственно говоря в общем то достаточно далеко также в чикаго есть еще один порт то есть в общем то их там достаточно большое количество но такое лирическое отступление ну а дальше собственно рассказ по телу пошел то есть смысл заключается в том что ты уже передрал понятно рабочий вариант файла для аэропорта чтобы руками не набирать ссылку понятно откуда эти все файлы качаются под роликом оставлю тем не менее то есть world traffic free работает с заголовками и ну то есть со структурой данных размещенные между заголовками и подвалами так называемый ну хэдерс футерс собственно если по английски говорить то есть старт оперейшн является началом для него энд оперейшнс начало конец секции то же самое если рассматривать старт ранвейс оперейшнс и энд ранвейс оперейшнс соответственно все информация размещенная между данными заголовками будет рабочий все остальное писать можно в этом файле все что угодно он это игнорирует как допустим здесь расписаны заголовки столбцов чтобы было понятно что здесь где есть первая секция посвящена ветру и соотношение того при каком ветре какие у нас соответственно ну во первых первых столбец это индекс он всегда у нас является величиной увеличивающейся по мере изменения параметров той или иной строки так как здесь устроено дальше в начале идет минимальная скорость ветра максимальная скорость ветра ну здесь специально обычно указывают некие запредельные величины у него вот в оригинальном ролике вообще здесь 1000 нотс то есть нортиков майлз морские мили скорость здесь указывается и соответственно если у нас спокойная погода в диапазоне всех суток то то приоритет будет браться отсюда отношение соответственно здесь надо единственно не забывать указывать приоритетные полосы должны соотноситься с последней старая с последней строкой как вот у него здесь сделано то есть мы каким полосам в порту хотим отдать предпочтение в зависимости от скорости ветра должны здесь тоже указывать таким вот образом то есть если я хочу использовать 22 левую 22 правую при отсутствии ветра то я вот должен прописать вот таким образом для остальных секций последний вот этот секция соотношение 31 с допустим соотносится здесь 31 с то есть вторая строка у нас от 0 до 5 если скорость ветра его направление будет от 227 относящимся к low wind speed то есть минимальной скорости ветра до 47 максимальной скорости ветра будет в этом случае выбрана может быть также полоса которая будет у нас иметь приоритет 31 с данном случае по файлу это у нас полосы 31 л 31 си и соответственно вот эти вот полосы нижние меж собой соотносят следующим образом если скорость ветра у нас будет больше и направление ветра будет у нас некими строками ниже характеризоваться в определенном диапазоне времени то здесь мы указываем идентификатор полосы который у нас будет соответствующим образом выбираться секции здесь может быть сколь угодно много то есть вы хотите можете расписать хоть каждый час в том порту который вам интересен то есть указываете минимальную максимальную скорость ветра минимальное максимальное направление от какого до какого вернее вот какого приоритетного направления то есть градусах диапазона используется 40 сектор дуги используется 45 градусов среднем то есть если ветер у нас дует с направления 47 градусов то будет использована данная полоса если в обратную сторону то соответственно следующий правил вступает в действие которое у нас идентифицируется 22s и здесь вот будет определяться дальше полос которые имеют идентификатор соответствующий здесь тоже самое на самом деле вторая секция про нее просто в привязке к первой приходится естественно говорить сразу поскольку они связаны между собой что здесь используется индекс операции одноименные индексы относятся к единым операциям можно писать их вот как я написал первую секцию то есть вот первому индексу нулевому относится группа состоящий из четырех операций связанных с полосами сейчас визуальные пока отделю хотя вот так делать конечно нельзя дырки оставлять чтобы просто было видно почему два раза их каждая полоса здесь мельтешит ну прописывается потому что здесь единичка это вообще arrival отправление прибытие на соответственно депп это departure то есть это прибытие то есть 22 полоса левая может использоваться как для отправления так и для прибытия в диапазоне ветра который указан у нас в первой секции в первый индекс дальше имеет пометку 31 с и соотносится у нас с первым индексом который у нас имеет отношение к ветру и так далее до 5 секции если мы обратим внимание индексы также совпадают и пометки ставится метки ставится для того чтобы потом можно было быстро определиться то есть не считать нужный индекс числами определиться глядя на файл какая секция ветра соотносится соответственно с какими полосами отправление и прибытие которые определяются у нас вот в этих вот в этом столбце можно в одном столбце это указывать можно указывать если посмотреть то здесь вот у нас как у автора оригинального ролика здесь вот по грамотнее сделали они раздвинули между собой то есть единичка это прибытие двоечка это отправление в том файле который у меня не рассматриваю все залепили в один столбец но смысл от этого никоим образом не поменялся просто ну не столь наглядно третий вернее следующие столбцы это уже я думаю понятно это время ну и комментарии тут подписано что он не парсятся то есть соответственно не имеет значения соотношение между первой и второй секции я вначале там не очень точно сказал сказав про комментарий он важен для того чтобы визуально определиться где что есть программа когда работает то есть world traffic 3 когда работает он анализирует индекс соответствующий перед нулевой индекс ищет его здесь берет первый индекс ищет его здесь второй индекс ищет его здесь и так далее определяя таким образом по ветру каким полосам отдавать в какое время плюс суток приоритет опять же количество этих правил ничем не ограничено но вернее как там может быть есть ограничение но я сомневаюсь что кто-то в трезвом и здравой памяти больше 1000 операций распишет поэтому соответственно можем считать что оно не ограничено еще акцент который делает автор базового ролика направление ветра здесь задается откуда он дует то есть никуда он дует а откуда именно дует то есть если он дует как вот здесь вот он показывает своем ролике с направлением вернее направлении указан 90 градусов то ветер это будет в данном случае западный то есть дуть он будет с запада на восток если направление будет 270 градусов то дуть он будет понятно с востока на То есть в обратную, собственно говоря, сторону. Ну, то есть если далее послушать его рассказ, то оптимальный, допустим, для полосы 22R и 22L ветер, который будет иметь направление 220 градусов. То есть дуть, разумеется, в лоб в залетающему самолету. Попутный ветер при взлете и посадке очень сильно ограничен и вообще стараются его избегать. Кроссвинд, то есть ветер, дующий под неким направлением, под неким углом к самолету, то есть пересекающий курс самолета ветер, более приемлем. Попутный ветер фактически всегда неприемлем. Единственное, если он, конечно, очень слабый по значению. Также еще один нюанс, связанный с ветром. Желательно избегать операций, вот описание ветра с одинаковыми значениями для разных случаев. То есть если в первом случае вы использовали для тихого, ну, тихой погоды 5 миль в час ветер, то для следующей секции желательно, что, в общем-то, здесь используется 6 миль в час. То есть хотя бы на 1 миль в час, чтобы отличия между различными операциями были. В противном случае может возникнуть путань, ну, точнее, путаница не возникнет. Программа будет брать первую попавшуюся операцию. Спускаемся потихоньку ниже, разобравшись с этими двумя секциями. Следующая секция у нас, которая имеет смысл, это Start, Runways and Runways. Состоит из двух частей. Supported AC types, поддерживаемые типы самолетов. Для примера они, соответственно, вот здесь вот в этой секции описаны. Quality aircraft types. То есть это фактически как комментарий у нас для данной секции. То есть здесь можно смотреть, какой тип самолетов, в какой столбец прописывать. То есть 9 столбцов вот этих вот, поддерживаемые типы самолетов. Они, соответственно, вот 9 их указаны. Начиная от истребителей и заканчивая вертолетами. Если таковые в данном порту могут приземляться. Основные секции, которые используются здесь, столбцы. То есть вот, допустим, на четвертую левую полосу не могут приземляться у нас. Истребители не могут приземляться у нас. Супер-хэви. То есть самолеты. Ну типа А-380, А-747 и так далее. Третий тип самолетов, тяжелые самолеты. Опять-таки аэропорт, понятно, маленький. Они сюда и не полетят. То есть А-340, А-330, А-777 и сюда не летают. А вот четвертый, вернее, ну он по порядку четвертый столбец. А по индексу он третий. То есть третий тип. Все же таки относится к ладж тайп. Но это уже такие среднемагистральные самолеты типа А-320, А-320, А-737, А-757. Могут уже у нас приземляться на 4Р полосу. В данном случае 13С, 22Л. И 31С. В данном случае не забывайте, что это должно соотноситься с тем, что вы нас задавали здесь. То есть полосы должны быть прописаны для определенного ветра. Если, естественно, условие не будет выполняться ни для одного типа самолета и типа ветра по времени, не отнесенного к каким-то полосам, то у вас этот самолет и борт никогда в жизни в данный аэропорт не прилетит. То есть трафик его генерировать не будет. Вот эта табличка. К ней надо относиться достаточно внимательно. Какие типы бортов у вас могут приходить. Фактически она задает. Какие типы самолетов могут прилетать в данный аэропорт. Поддерживаемые типы подходов характеризуются следующим. Вот эта вот подсказка для ILS категорий. Ну, визуальный заход, начиная с визуального захода. То есть разрешен он или не разрешен. В данном случае это на полосу 4R. А разрешение для визуального захода присутствует. На полосу 13C присутствует разрешение для визуального захода. Но я не сказал этого выше, но я думаю это очевидно. Где стоят единички разрешено, где стоят нолики запрещено. И вот можно соотносить. То есть у нас второй столбец это не non-precision или неточный заход. Так называемый заход типа VAR, NDB. Ну, для военной авиации TACN заходы. Decision height, высота принятия решения. И соответственно на каком расстоянии мы должны среагировать. Уходим мы на второй круг или продолжаем заход от полосы. Вот это вот у нас второй тип. На какие полосы опять же разрешен данного типа заход. ALS, DME заход. Ну, RNA. Ну, я не буду их все ALS и типы ката перечислять и так далее. Это все к данному ролику имеет слава и отношение. То есть, понятно, категория захода, определяющаяся в основном, понятно, по видимости. Какой категории заход допускается, до какой видимости предел есть его. Но здесь в данном случае всего лишь я говорю, что какие типы заходов разрешены. То есть у нас здесь вот четвертый тип, а ALS у нас в данном порту отсутствует. Поэтому, начиная с четвертого столбца, ни одного типа заходов у нас не разрешено. Если ALS порту нет, вы тут натыкаете единиц. В общем-то, это мало чего поменяет. Поскольку при генерации трафика, если он не будет находить ALS, он у них и не будет использовать по ним заходы. Вот эта вот следующая таким образом состоит у нас табличка и две подсказки к ней присутствуют. Дальше здесь незаполненные части. Я их практически нигде не видел заполненных. Возможно, в горных портах это используется. Это Final Approach Angle. Он стандартный 3 градуса. Но, соответственно, если какой-то аэропорт горный предусматривает резкий заход, если вы там из-за какой-то горы заходите на полосу, то может быть, по-моему, до 5 градусов, если мне память не изменяет. Допустим угол. И его надо здесь указывать в случае, если это необходимо. Опять-таки, трафику учитывать. Дальше Final Approach Distance. То есть расстояние, с которого начинается заход. Опять-таки, если оно не стандартное, то в морских милях указывается Nortical Miles, указывается, соответственно, расстояние, начиная с которого трафик должен осуществлять заход на полосы. Кстати, я сейчас там брякнул, а вот теперь посмотрю, что моя ошибка. ALS у нас все-таки на полосах здесь присутствует. Просто в моем варианте заполнения файла их там не заполнили. Кстати, говорю, в его варианте заполнения файла они тоже не заполнены. ALS по категориям. Илсы, тем не менее. Следующая секция, которая у нас здесь отсутствует, это подходы. Start Approach Session и End Approach Session. В данном случае, в этом аэропорту данное правило не прописывается. Вообще, во многих портах, которые мне доводилось видеть, вот эти две секции с сидами и старыми, но вернее, стар здесь и так не прописан. Прописаны только секции с сидами, причем все сиды были повышенно разрешены. То есть, не знаю, какой был глубинный смысл прописывать. То есть, если вот эти три секции подходы, стандарт инструмента от Departure, стандартное отправление и стандарт Arrayal, то есть стандартные подходы отсутствуют, то допускается использовать любого из них, использование любого из них, но в основном тогда все борты будут летать, понятно, по прямой. Так, дальше он рассказывает о том, где взять, собственно говоря, те сиды и стары и так далее. А перейти надо в X-Plan, Classic, JetSim Utils, то есть, собственно, каталог самого World Traffic'а и дальше Navigraph Data, то есть она всегда присутствует, это, соответственно, у нас этот каталог. Здесь необходимо найти соответствующий XML файл, который доступен для того порта, который вы собираетесь делать или делаете. Ну, собственно говоря, он находит файлик, который нужен. Файл имеет, правда, стандарт XML, но в нем, соответствующим образом, можно посмотреть название тех сидов, старых и подходов, попроще, то есть, соответственно, то, чего вас может интересовать. Здесь много-много-много всякого текста. Сейчас он дойдет до места, где, собственно говоря, описывается то, что нас интересует. Ну, вот для примера найденный сид, то есть, во-первых, то, что это сид написано в заголовке, дальше название данного сида, к какой полосе он имеет отношение, все остальное нам здесь в данном случае мало интересно, поскольку, соответственно, не влияет на работу World Traffic третьего. Ну, вот, например, второй вариант, пока он тут прокручивает файл, то есть, это именно вот те названия, которые надо прописывать в файлик сидов в первом столбце, а во втором столбце прописывается разрешение, а в третьем вот полоса, к которой имеет отношение данный сид. То есть, вот сейчас файлик открыт, вот эти вот разрешения на полосы, по какому сиду заходить, можно на какую полосу. Второй пример, который он приводит по ходу своего ролика, это аэропорт Ле Гвардия, Нью-Йорк, и опять-таки, то же самое, то есть, секция описания ветра мы наблюдаем, с некими комментариями к ней примененными, дальше подход, вернее, полосы расписаны по индексам, опять-таки, куда у нас разрешен, откуда выход двойка, и куда подход единицы, ну и ниже, соответственно, сейчас тут будет несколько меньшее количество информации для по полосам, а здесь вот он показывает то, что вот эти вот соответствующие, сейчас мы туда перейдем, для аэропорта Ле Гвардии, подходы, которые хочется запретить, то есть, они, вот там, подходы для ARNAV, то есть, не точного захода, захода по VRM и Клэм, и так далее, они запрещены в том файле, который он разбирает, и вот здесь он просто описывает, где можно посмотреть тип захода, который мы бы хотели, если он нам не нужен, не хотим мы, чтобы по нему происходил заход в данный аэропорт, то в секции заходов мы его прописываем, ставим 0, и программа у нас использовать этот заход не будет. Ну, а дальше он, собственно, описывает, почему запрещается некоторые подходы в аэропорт, в данном случае КЛГА, потому что вот такие точки не специфичные или не дающие четкого определения, на какую именно полосу из нее можно совершать заход, а здесь это заход по навигационному маяку, соответственно, понятно, что здесь видно, какую полосу глазами-то видно, на какую полосу разрешен в данном случае заход, но World Traffic, понятно, глаз не имеет и может решить, что, допустим, вот эта полоса 31, почему бы не сделать резкий правый поворот, потом левый поворот и, соответственно, не заложить с неимоверным виражом, если вообще тут такое получится, посадку вот сюда, на эту полосу, поэтому подобные заходы не специфически желательно запрещать, оставлять только ALS заходы и, соответственно, на AirNav, если они там и прочие заходы на конкретные полосы. Те заходы, которые имеют, характеризуются как заход на любую полосу, желательно избегать World Traffic 3. Ну, то есть здесь вот он даже расписал потом, как будет выглядеть заход, которого хотелось бы избежать. Красненьким там только что было, поэтому вот эти вот заходы такого типа запрещаются. Таким вот образом, то есть прописываются ненужные нам типы заходов, ставится 0, ограничение по времени от 0 до 24, и эти заходы никогда не будут трафиком использованы. Дальше он предлагает, для того, чтобы проще определяться с ветром, накладывать вот такую вот картинку на свой аэропорт. В данном случае у него это сделано отдельно. JPEG файлом в бесплатной программке Infront View просто наложено сверху диаграммы ветров для того, чтобы было проще определиться с какой стороны дует ветер, ну, правильнее сказать, в какую сторону дует ветер, опять же, для того, чтобы правильно прописывать файл конфигурационный. То есть такой комп желательно понятно иметь либо перед глазами, либо просто в памяти примерно, чтобы определяться, что если ветер у нас, допустим, 135, как я уже говорил, это значит, он будет у нас вот в эту сторону, то, соответственно, заход с 31 нежелательно, попутный ветер будет. Ну, собственно, дальше для примера и приводятся нарисованные им сами стрелки для того, чтобы можно было определиться, то есть вот как происходит образование углов для ветра, то есть в какую сторону они дуют и, соответственно, как тот или иной ветер называется. Ну и дальше более расширенный вариант того, как это все выглядит, опять же, говорю, тут достаточно даже с моей точки зрения чересчур, в общем-то, детально разбирается это направление, но с другой стороны, чтобы не запутаться, можно было, то есть какой именно ветер, в каком именно случае у нас разрешен или запрещен. Ну и еще одно, в общем-то, правило, которое желательно придерживаться, смысл его заключается в том, что ветер описывается, последовательность описания ветра должна быть и в данном случае мы видим по часовой стрелке для low wind и против часовой стрелки для, соответственно, high wind. Продолжение следует...